На днях мы говорили об этой истории, думаю, все, кому не лень, ее обсуждали. Нацист, который... Тот факт, что они сказали, да, этот парень, знаете, он сражался с русскими во Второй мировой, а потом у пары человек загорелись глаза, и они подумали, о, так может он нацист? Что было довольно легко понять, но не могу поверить, что это реально, это ужасно. 98-летний украинский канадец, который сражался за независимость Украины против русских во время Второй мировой. Этот человек сражался за гитлеровскую и нацистскую Германию, так, мы знаем об этом. Речь Зеленского вызвала десятки оваций стоя. Аплодировали также этому человеку 98-летний украинскому канадцу, который сражался за независимость Украины против русских во время Второй мировой войны. Он такой, не зекаль, не зекаль, не зекаль, просто потряси кулаком. Мы показали, показали то видео, помнишь, из Гриффинов, когда они там в Германии, Брайан и Стюи, они читают книгу. Здесь ничего нет. За годы с 1940 по 1947 он говорит, о, ничего не было, мы отдыхали. Погодите-ка, нацисты вторглись в Польшу. Это неправда, нас пригласили. Нам наливали пунш. Слушай, они призывают Трюдо уйти в отставку, и он должен, он идиот, но каждый идиот в том зале, который аплодировал, когда услышал фразу «Сражался против России во Второй мировой», каждое стадное животное, которое вот так вот хлопало в ладоши рядом с этим старым нацистом, они все должны убраться. И еще, почему Канада буквально укрывает нацистского военного преступника? Это не их вина, когда началась операция «Скрепка». Нет, это не их вина. Дело не в «Скрепке». Это все они, их собственные планы. Они... Я просто читал. Я слышал, что когда была операция «Скрепка», они отправили нескольких нацистов в Канаду, потому что не хотели укрывать их всех. Это их собственный клан. Они сами укрыли всех этих людей. Слушай, ты говорил, что это очень легко заметить, Курт. Типа, как только они сказали «Хорошо, этот парень сражался с ускими». Что говоришь? Парень, читавший это... Жаль, не запомнил, кто это написал, но один канадец заметил, что бровь читающего поползла вверх, когда он читал эту строчку. Что даже полный идиот поймет. Окей, и потом... Потому что он, знаешь, такой бета. В его голове зазвенел колокольчик. Погодите-ка, эти ребята, возможно, чествуют нациста. Давайте покажем этот клип. Это Джастин Трюдо. Слушай, когда отмазаться никак не получается, Курт, кого надо винить? Россию. Знаешь, я теперь верю, что он действительно сын Кастро, из-за того, как он иррационально настроен против России. Что, папа, ты любил Россию? Очевидно, нас крайне огорчает, что это произошло. Выступающий признал свою ошибку и принес извинения. Но это повод для глубокого стыда парламента Канады и, как следствие, всех канадцев. Особенно для еврейских депутатов и членов еврейской общины по всей стране, празднующих сегодня Йом-ки-пор. А-а-а, это настоящее мицово. Думаю, что будет действительно важно, чтобы мы все дали отпор российской пропаганде... Что? ...российской дезинформации и продолжили нашу твердую бескомпромиссную поддержку Украины. Как мы это сделали на прошлой неделе, объявив о дальнейших мерах по поддержке Украины в незаконной войне России против нее. Он просто сменил тему и глазом не моргнув. Постой, какая дезинформация? Ты это сделал, ты пригласил нацистов. Вот и я! Ты аплодировал! Когда никак не отмазаться? Но в том-то и дело... Слушай, он просто дает этим людям то, что они хотят услышать. Он очевидно понимает, что есть эта база, которая согласится, несмотря ни на что, которая всегда будет обвинять Россию, всегда будет обвинять Путина, и он просто выходит и говорит об этом. А-а-а, у них там достаточно евреев, чтобы знать, что такое Холокост. Даже если выйдет какой-нибудь отморозок из АДЛ, который будет утверждать, что после всего этого он исправился, или типа того, оправдывая его, они слишком облажались. Да. Это большая история. Это не татуировка, которую можно просто прикрыть, когда идешь пожать руку Джону Стюарту. Да. Это весь ваш парламент. Овации стоя. Все эти, кто дурки. Да. Да, я согласен. И они все знают историю. Они просто настолько овцы-идиоты, что встали и начали... А вот в чем вопрос, Курт. Прекратят ли они из-за этого давать больше денег Украине? Кстати, это наименьшее зло с участием нацистов, которые мы совершали за последние три года. Это самое смешное. Мы их вооружаем. С 2014-го. Да. Тупицы. Убивать свой собственный народ. Да, все верно. В смысле, это только еще больше разоблачает их мошенничество. Очевидно, нас крайне огорчает, что это произошло. Это из его речи. Это повод для глубокого стыда парламента Канады. Будет действительно важно, чтобы все мы противостояли российской пропаганде, российской дезинформации и продолжили нашу твердую и бескомпромиссную поддержку Украины. Стой, какая российская пропаганда? Я только что смотрел ваши видео, где вы сами это показываете. И что, Россия просто скажет, вот что случилось? Тут так и пишут, Курт. Какое отношение российская пропаганда имеет к тому, что Трюдо чествует нацистов канадской партии? Давайте притворимся, что этого не было, потому что это помогает России. Я знаю, какого ты мнения о Джастине Трюдо. Я думаю, ему следовало провести церемонию с черным лицом, как он раньше делал. Сделать все по классике, этот парень наверняка был бы восторг. Итак, помните, когда Джастин Трюдо обвинил депутата парламента от консервативной партии милицу Лансман, еврейку, семья которой приехала в Канаду из Украины, в том, что она поддерживает людей, размахивающих свастикой. Теперь его собственное правительство привело в палату общин того, кто воевал в нацистском подразделении. Мы подарили России победу. Он подарил России победу. Да ну, как и Украина сейчас, разве не так? Это было когда... Помнишь протесты дальнобойщиков, когда они говорили об этом чертовом? Да, знаю. Мой Шурин... Мой Шурин неглупый парень, но я поссорился с ним из-за этого. Члены консервативной партии могут поддерживать людей, размахивающих свастикой. А как насчет сфотографироваться с ним? Или поаплодировать им? Он... Чувак... В смысле, что? Это невероятно, я даже не знаю, что тут сказать. Ты сидишь там и обвиняешь кого-то в том, что тот стоит со свастикой. Теперь ты привел чертова нациста. Выступить в своем парламенте, тупица! Кто, забыл кокаин в самолете? Члены консервативной партии могут поддерживать людей, размахивающих свастикой. Могут поддерживать людей, размахивающих флагом конфедерации. Мы выбираем поддержать канадцев, которые заслуживают иметь возможность вернуться к работе. Которые смогут вернуть свою жизнь. Эти незаконные... Погоди, это... Кстати, смотри на людей за ним, все сидят в масках. Посмотрите на эту идиотку в маске справа с очками. Это та женщина, которая сказала, давайте не будем политизировать эту историю. Да, да. Ага, потрясающе. Это один из крупнейших новостных скандалов в истории. Да. Вот это подарок на емкий пур. Я буду смеяться над этим неделями и буду поднимать эту тему каждый раз. Хотя никто не хочет говорить об Украине. Но если мне придется говорить с каким-нибудь идиотом, который типа... Йоу, дайте им все деньги! Давай посмотрим еще раз. Это моя любимая тема. Он ведь сражается с Путиным! Смотрите на их лица, когда он говорит... Члены консервативной партии могут поддерживать людей, размахивающих свастикой. Могут поддерживать людей, размахивающих флагом конфедерации. Мы выбираем поддержать канадцев, которые заслуживают иметь возможность вернуться к работе. Которые смогут вернуть свою жизнь. Эти незаконные протесты должны прекратиться. И они прекратятся, господин спикер. Незаконные протесты. Они увидели один нацистский флаг, что, как мы думали, было просто очевидной постановкой. Да, конечно, это была постановка. Вполне очевидно, что вообще это было жалко. Причем, что вы нашли только одного парня. Да. Нельзя было набрать команду. Чувак, у нас на днях целая команда собралась на ступенях. Помнишь, о чем я? Нацисты, которые были там на днях. Помнишь? В Вашингтоне их допросили. Их там было около дюжины. Да. Да, и я подумал, это определенно постановка. Они якобы приехали из Флориды в Вашингтон. Это тот парень, который сказал, что любит Байдена? Да. Думаю, они и правда любят Байдена. Я думаю, это была долбанная постановка. Что ты имеешь в виду? Я просто пытаюсь понять. Я думаю, это было как с Патриотическим фронтом. Кучка федералов просто, чтобы расшатать ситуацию. А, я не думаю, что этот парень был федералом. У одного из них лицо все было в татуировках. А, ну, они и гонят. Федералы наняли его, я думаю. Ну, вот, зацени. Спикер парламента Канады уходит в отставку после чествования нациста. Тут пишут, Энтони Ротта уходит в отставку перед лицом растущего давления после того, как он почтил память человека, служившего в нацистском подразделении времен Второй мировой. Вау, мы подонок. Позволил этому чуваку свалить все на себя. И я понял, как только я увидел, как он приподнял бровь, кто-то другой подметил это, я сначала не увидел. Я подумал, вау, этот парень просто примет вину на себя. Да, но ты же знаешь, они всегда найдут козла отпущения. Почему бы нам не стать? Если бы у этого парня вообще были яйца, он бы сказал что-то вроде... Они найдут козлов отпущения, свалят все на этого парня, Трюдо уйдет от ответственности, и Байден тоже не понесет никакой ответственности за все. Меннендес никогда не понесет ответственности. Фаучи не понесет ответственности. Кто-нибудь расследует, какого черта этот парень был в Канаде все это время, когда он должен быть в тюрьме? Это еще не все. Вернемся к сюжету. Выступая перед канадскими законодателями в Оттаве во вторник, как спикер Энтони Ротто заявил, что уходит в отставку с тяжелым сердцем. «Эта палата выше любого из нас, поэтому я должен уйти с поста спикера», — сказал Ротто, который пригласил Ярослава Хунку на специальную парламентскую сессию в пятницу в Палате общин, где он представил 98-летнего украинца героем. «Я повторно выражаю глубокое сожаление по поводу моей ошибки в чествовании человека в Палате общин», — заявил Ротто в парламенте во вторник, столкнувшись с призывом уйти в отставку со стороны правозащитных групп, канадских законодателей и даже высокопоставленных членов его собственной либеральной партии. Почему они поносят и отчитывают его, когда сами стояли и хлопали в ладоши, придурки? Весь парламент встал и захлопал. Я боюсь, знаешь, боюсь, Ротто, что тебе придется подождать до следующего Йом-Кипура, потому что ты сделал это в Йом-Кипур и только сейчас попросил прощения. Придется подождать. В следующем году, наверстает, это общественное признание причинило боль людям и сообществам, включая еврейскую общину в Канаде и по всему миру, в дополнение к выжившим после нацистских зверств в Польше, среди других стран. Например, на Донбассе? Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который описал события как глубоко постыдные для Канады, также столкнулся с вопросами от оппозиционной консервативной партии о том, что он знал о прошлом Хунке и как его проверяли. Его не проверяли, вот в чем дело. Пьер Повелер, Поболивер... Пуалевр? Как говоришь? Пуа. Пуалевр? Пуарлиф. Надо попробуй на латинский манер сказать. Лидер консерваторов ранее во вторник обвинил премьер-министра в неспособности его огромного дипломатического и разведывательного аппарата провести проверку и предотвратить почитание нацистов. Думаю, они думали, что никто не заметит. Я бы мог поверить, что Джастин Трюдо этот абсолютно пустой костюм, что он совсем не думает об этом. И знаете, неважно. Но там были канадские типа военные. Любой из военных. Там ведь были ребята в генеральской форме, верно? Там были канадские военные, неважно в каком звании. И они не знали, что он нацист. И я думаю, они решили, что просто ничего не будет. Как это было с тем батальоном Азов? Да. Вот что я думаю. Они даже его не посвятили бы. Вот, если они хотят продолжать финансировать их, надо делать из них героев. И они думают, что русские, они думают, что их фальшивые... Немного рановато. Их театр фальши и их сказки действительно попадают в цель. И люди на самом деле ненавидят русских и действительно ненавидят Путина. Это не так. Их больше не одурачить. Им наплевать. Они сыты по горло тем, что вы тратите деньги и отправляете их за океан на Прокси войну, потому что хотите ослабить Российскую Федерацию. Тем временем на родине люди умирают и страдают. Им надоело это. Друзья, напоминаю вам, что у вас есть возможность смотреть новые выпуски на целые сутки раньше. Подписывайтесь на канал Карлсон ТВ на спонсор.ру. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал и вступайте в группу ВКонтакте. Помимо всего прочего, там публикуются выпуски Такер Он Экс в автоматическом переводе всего через несколько часов после премьеры. Ссылки в описании и закрепленном комментарии. Помните, что лучшие переводы только на Карлсон ТВ. Я не могу передать, как сильно я ненавижу лицо Джастина Трюдо, но выглядит, как ягодица с глазами. Эти дурацкие пухлящи. Сегодня с нами в палате настоящий нацист. Кто это сделал? Его зовут Ярослав Хунка, солдат Вафен-СС, который присягнул на верность Гитлеру, воевал против наших союзников в Советском Союзе и был причастен к Холокосту. Хайл! Этот человек преступник. Это не очень нас красит. Думаешь, этот гном или... Еще раз. Еще раз. Кто это сделал? Думаете, мы не знаем? Это... Сегодня с нами в палате настоящий нацист. Его зовут Ярослав Хунка, солдат Вафен-СС, который присягнул на верность Гитлеру, воевал против наших союзников в Советском Союзе и был причастен к Холокосту. Хайл! Этот человек преступник. Это не очень нас красит. Просто... Просто... Единственное, что могло бы сделать это еще лучше, если бы Шон Пен вручил ему свой Оскар. В течение четырех лет университет Альберты выделял стипендию по украиноведению, названную в честь Ярослава Хунки, того самого нациста, которого они пригласили, и которому аплодировали в парламенте. Он не появился из ниоткуда, многие в Канаде должны были знать. Ага. Ну да, они знают. Что я хочу знать? Вы знаете об этом, но потом разглагольствуйте о том, что дальнобойщики нацисты, потому что недовольны правительством. В смысле, как вам хватает наглости на это? И вообще, каждый раз, когда кто-то разглагольствует о белых супремасистах, как этот Корнелл Уэст и другие, заткнись навсегда, потому что мы только что дали миллиарды долларов настоящему нацисту, придурок. Да, и они ведь готовили почву под это, так? Ведь они... Вот что я скажу, многое из этого происходит не случайно, это планировалось уже давно, они готовили публику к этому. Это оскорбление людей. Они приучали людей, они программируют вас, подготавливают, смягчают настрой, понимаешь? Они нормализуют все это. Вот, смотри. Поддержите CIUS, Канадский институт украинских исследований, украинский исследовательский эндаумент фонд Ярослава и Маргарет Хунки, которые запустили в 19-м году, так что они уже готовились, на 30 тысяч долларов. Вот и я о чем. Создан в 19-м для поддержки исследований, связанных с украинской и бла-бла-бла. Вот и я о чем. Аплодисменты-то ладно, но почему этот парень был здесь все это время? Эти стипендии и все такое. Да, потому что они готовили почву, но потом поняли, к чему это привело, когда люди начали задавать вопросы. Итак, мы говорили о Польше, так? И мы говорили о полном развороте их политики, что в Совете Безопасности ООН, когда они там заседали... Да, они устроили резню в Польше эти вафли. Да, многих убили, причем сам Гиммлер сказал... Да ладно, думаю, вам, ребята, нужно немного остыть. Газ более гуманен, чем пули. Слушай, даже Гиммлер был потрясен, но в Польше они сейчас сделали разворот и говорят, мы больше не собираемся поддерживать украинцев. С нас хватит посылать им оружие, хватит отправлять им деньги, хватит принимать их за... не заложников, их беженцев, извините. Польша добивается экстрадиции украинского ветерана СС, которому аплодировали в Канаде. Посмотри на всех этих аплодирующих идиотов. Вот один, вот второй. Просто как можно снова поверить кому-то из этих людей, после того, как увидел... Какие они собачки Павлова? Они собираются... Им нужно заменить Вселенского рано или поздно. Некоторые люди... Фиорелла говорит, что она думает. Фиорелла Изабель из нашей команды, моя соведущая, нашел. Она считает, им нужен кто-то из военных на замену. Я думаю, они вернутся к Порошенко. Несмотря на то, что тот носит нацистские флаги и все такое, но он может справиться с батальоном АЗОВ, у него достаточно политической смекалки, чтобы делать все, что им от него нужно, просить больше денег, получать деньги. Они хотят затянуть это на как можно дольше. И я думаю, в администрации Байдена есть люди, которые хотят сделать так, чтобы эта война продолжалась во время выборов. Потому что в глубине души они все еще верят, что президент военного времени будет более популярен у избирателей. Это не ваша война, тупицы. Это война через Прокси. Это не как было в Ираке, позволившая переизбраться, тупица мужа. Курт, демократия украинцев связана с нашей демократией. Наша свобода напрямую связана со свободой украинцев. Потому что если мы позволим Владимиру Путину захватить Украину, тогда он захватит Прибалтику, затем двинется на Европу, и никто из нас не будет в безопасности. Что, если он попробует деноцифицировать нас? Они ведь знают, что тут есть нацисты. Да, но это другой вопрос. И знаешь что, Курт? Победа России — это победа для... ЛГБТК? Нет. Попробую еще. Победа России — это победа для... Ой, я имел в виду, победа Украины — это победа ЛГБТК. Не для России. Но победа России — это победа для... Китая. Китая. Это как раз то, чего хочет Китай. Итак, ребята, Польша хочет его, они хотят его экстрадиции. Они такие, этот парень преступник, а вы ему аплодируете. Польша развернулась на 180, потому что им так долго лгали, что они решили с нас хватить. И знаешь что? У них тоже выборы на носу. Их выборы должно быть что-то значат, если все меняют свое мнение. Хочешь сказать, что поляки первыми из всех европейцев поняли, что это развод? Вот это сюрприз. Польша первой сказала, что с них хватит. А, да, да. Адольф Гитлер не хотел убивать евреев. Его убедил мусульманин. Не знаю, что происходит, но это Биби Нетаньяху. Они пытаются обелить... Он тусуется с Канью Уэстом. Они начинают... Они начинают отбеливать... Они пытаются отмыть преступления нацистов, потому что нужно финансировать нацистов. И он сам принимал участие в финансировании нацистов. Они и Бен собираются... Погодите, а есть видео его слов. Гитлер не хотел уничтожать евреев тогда. Он хотел изгнать евреев. И Хаджамин Аль-Хусейни пошел к Гитлеру и сказал, если ты их выгонишь, они все придут сюда. Так что же мне с ними делать, спросил он. Тот сказал, сожги их. Я знаю, что... Кстати, это история. Тут парень действительно сказал это Гитлеру, но я не думаю, что Гитлер мог... Не думаю, что это было решающе. Гитлер ничего не имел против евреев. Думаю, Гитлер, типа... Он этого не делал. Я вполне уверен, что это не он убедил Адольфа Гитлера. Знаешь, да, это... Это подло так говорить. Этот парень, этот... Великий муфтий. Можно подумать... Гитлер делал, как... Да. Приказывал муфтий. Но... Повторюсь, теперь они обеляют все это. Дело в том, что Израиль уже довольно давно вооружает батальон Азов. Да. Так? Они вооружают нацистов, а также ведут свои незаконные войны, их бомбардировки сирийцев, они бомбили Бейрут. Все эти ситуации... Вот что он делает. Он на самом деле оправдывает то, что делает, обеляя нацистов. Ну и еще... Это, похоже, нападка на палестинцев. Великий муфтий был палестинцем. Так что, поскольку Гитлера нет, не нужно беспокоиться об Украине. Всех нацистов зачистили, как говорят в ИДЛ. Но теперь нужно беспокоиться об этих людях, которые сказали Гитлеру, типа... Гитлер был не так плох, как те, что его поучали. Потому что, конечно же, они его контролировали. Это отвратительно и просто... Грустно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова